добрый день всем сегодня опять пойдет речь о том что уже мы проходили опять одни и те же вопросы я решил снять видео по поводу чего начать вот люди берут какие-то детали побитые и начинают делать вот такие вещи не ну я имею ввиду начинающих не вот такие вот маленькие там какие-то вмятинки в данном случае вот бугорочки берутся за вот такие вещи где тут говорится еще неизвестно можно ли делать или нельзя вообще и делается это или нет вот и примерно вот такие вещи выкладывают потом спрашивают а почему у меня не получается я объясняю еще раз ребята начинать надо сразу именно вот с элементарных каких-то дефектов в данном случае вот у нас есть шишечка надо ее аккуратно забить или допустим вот у нас есть там вот допустим вот у нас есть шишечка вот вот шишки вмятины уже как бы для кого-то это будет сложно вот берите и делайте их потихонечку вот что мы видим дальше продолжаем разбор полета вот что мы видим вот она наша вмятина нажимаем линии расходятся вот он наш бор линии сходятся вот берите такие вещи и делайте сначала делайте вмятинки горчики то есть ну практикуйтесь они так что вы берете вот такие вещи когда мне показывают ходки вот такие вот вот что нибудь от такого варианта где тут хрен поймешь всего начинать вот такие вот какие-нибудь заморочки вот такие вот еще мне начать и как мне это сделать да никак вы не сделаете ребята никак вы не сделаете вот начинать надо с элементарного и чем это меньше будет элементарная тем лучше так вот я посвящу вот это видео именно самому элементарному с чего надо начать начать надо с того что вот эти даже вмятинки они для начинающих будут серьезным препятствием вот поэтому вмятинки и бугорчики надо делать небольшими небольшими то есть берем допустим вот молоточек мягенький он немножко тут у нас вот с овалом с резиновым вот и берем неспешно вот ровненько у нас да видим вот здесь у нас ровно бац вмятина бац вмятина вот и попытались их взять и сделать вот допустим вот здесь вот ровно берем снизу допустим вот вот раз два три все научились делать вмятинки научились делать бугры вот вмятинки бугры между ними вот бур уже усложнили себе работу уже вот такая картинка у вас получается вот берите тренируйтесь надо вам еще усложнить вот с этих сторон показываю уже тут есть над чем поработать вот так это выглядит дефектовочном экране вот все с чего начинать начинать с чего надо вот у нас линии сходятся то есть вот нажимаем они расходятся значит что мы делаем берем пробойник и забиваем вот эти вещи бугорки вот чтобы было виднее можно конечно и так и так но в данном случае что мы видим сейчас я выключаю все данном случае вот у нас есть бугорки и вмятинки вот вот эти бугорки наша задача забить у нас их вот он 1 бугорок и забиваем 2 бугорок забиваем 3 вот начинаем с того что забиваем бугры потом потихоньку поднимаем вмятины клеем или не клеем чем угодно лишь бы у вас получалось то есть вот эту поверхность мы делим на бугры и на ямы вот они ямки у нас вот они раз два три бугра значит начнем с того что забиваем бугры а потом поднимем эти вмятины вот чего надо начинать и не надо делать их огромными делайте как можно меньше чтобы вы могли их реально сделать ну вот приступаем забиваем простоты так сказать работы мы делаем что вот первый номер год второй номер вот третий номер это наши бугорки раз два три вот сейчас мы берем забиваем остальное нас не интересует забиваем хотим мы такой лампе кто-то кому-то удобнее будет вот так смотреть это уже не важно кто к чему привыкли кто на что хочет научиться хотите так работайте хотите так работайте кому как комфортнее потому что как бы начну даже с того что есть левшие правшие есть люди которые левой рукой пишут левой рукой едят там и так далее им это удобно а есть которые правшие которым правой рукой удобно есть люди уникальные которые делали правой рукой могут писать вот так что кому как удобно кто в чем хочет тот том и работает но наша задача вот эти три бугорочка взять и пробить убрать их смотрим что у нас получается сейчас настроиться резкость небольшие конечно тут как бы еще есть бугорки но в общем и целом 1 мятинка готова приступаем к следующей смотрим сейчас чуть резкость наведется вот одну шишечку мы забили вторую забили вот осталась у нас еще одна третье забиваем ее так вот немножко я подправил тут конечно линии еще немножко пляшет вот но опять же повторюсь не суть важно это когда я сейчас сниму этот экран дефекту очный это как бы уже станет не видно я просто показываю что есть дефекты смотрим теперь так в лампе в принципе если отодвинуть надо еще дальше там все более менее видно ровно и на эти мелочи мы договариваемся мы не обращаем внимание теперь теперь что мы делаем вот у нас вмятинки вернее бугорки или плюсики мы забили остались у нас вмятинки или минусы теперь надо их поднимать хорошо что получается вот эти мы как бы вещи вычеркиваем чтоб не обращать на них внимание и что получаем вот вот вмятинка раз два три четыре пять шесть семь восемь девять ну пусть 10 тут конечно есть и больше кое-где знаете ну вот десяток этих вмятинок нам надо приподнять теперь мы берем и по одной начинаем их приподнимать опять же тоже до идеала никогда ни у кого тот что начинает не получится но надо стараться сделать это как можно аккуратнее не торопясь потихоньку одну за одной брать и поднимать вмятинки чем первая наша вмятинка мы ее подравнивали дальше делаем вот этого вторую по порядку ну вот видим вот было ямка раз вот было ямка 2 что теперь займемся вот ямка 3 и пойдем по порядку вот эту ямку мы сейчас тоже самое будем делать ну вот смотрим значит вот у нас было раз вмятина 2 вмятина 3 между ними был богу вот то есть было сложно как бы кругом ямки и бугор вот мы это выпрямили все ровненько тут теперь следующее вот тоже два бугорка у нас крестиками обозначены вокруг ямочки и так потихоньку потихоньку все это делается а потом когда вы уже научитесь это в совершенстве делать причем не только в совершенстве но чисто и аккуратно чтобы без помарочек все было можно заниматься какими-то сложными вещами где там куча складок завязанных в узел вот металл там чуть даже растянутые прочее а до этого надо начинать вот с таких вещей брать вот так вмятинку там делаете забиваете и и а браться за что-то серьезное поверьте сломаете голову ничему не научитесь только зря время потратите вот свое сначала надо учиться делать все со зов долго и нудно делать вот такие вмятинки и бугорочки вот чтобы они нормально смотрели сейчас я вот что мы сделали вот эту часть как бы сотру но вот эту мятину надо ее тоже попытаться сделать чтоб она не портила общий фон а с другой стороны как бы это даже маячком будет вот вмятинка у нас есть здесь у нас как бы уже сделано вот и посмотрим вот он наш как бы маячок и здесь у нас были бугорки и вмятинки можно подальше лампочку поставить еще подальше и наклончик побольше вот он наш маячок небольшие конечно нюансики остались тут вопрос не стоял до идеала вопрос стоял в том что комбинированный момент вот бугорки и вмятинки четко все видно берем соседнюю поверхность уже здесь этого нет хотя вот кое-где видны как бы маленькие такие недоделочки но в общем и целом вот были умятины вот их нет вот с этого и надо ребята начинать они с каких-то серьезных моментов где там извините за выражение можно и голову поломать думая с чего все-таки правильно это начать развязывать там какой-то узел да вот поэтому начинаем с элементарного вот так сказать суть видео кучу вопросов задавали а то ребята не начинают присылать там какие-то сложные серьезные фотки а как мне сделать да бог его знает как сделать без обид но действительно это как бы надо начинать с элементарного вот когда начнутся элементарные вещи получаться тогда уже придет знание и понимание того как делать более сложные вещи а пока что еще раз говорю надо учить вот такие азы и начинать с них делать они с каких-то сложных заломов или вмятин огромных все всем удачи пока пока надеюсь это видео будет полезно ребятам